Эти кадры снимались в Берлине в октябре 79-го года, в канун 30-летия ГДР. Дни стояли солнечные, теплые. У немцев это называется индианер зонер, в России говорят бандилетов. Праздник еще не взбудоражил город, не зашумел по улицам и площадям и хотелось часами бродить по спокойному Берлину, вглядываясь в лица людей. Немцы послевоенного поколения. В этом городе, сегодня светлым и добрым, память возвращала к иным временам. Есть ли на свете народы, чьи судьбы столь противоречиво, трагически сплели с одна с другой, как судьбы наших народов? В 45-м советский солдат пришел в другой Берлин. В тот, который навязал страшную опустошительную войну Европе, который сравнял с землей сотни городов и унес миллионы жизней. В Берлин, который убил Тельмана. Трудно начинался путь в Берлин сегодняшний. В Берлин, который станет товарищем и другом народов Европы. Приезд на юбилейный этот дом Брежневым был встречен с огромной радостью. Генеральный секретарь ЦК Социалистической единой партии Германии, председатель Государственного совета ГДР Эрик Хонекер сердечно приветствовал Леонида Львича, членов советской делегации. Генеральный секретарь ЦК Социалистической единой партии Германии, «В лице Леонида Ильвича», — говорил товарищ Хонекер, — «мы чествуем крупнейшего марксиста-ленинца и интернационалиста, последовательного продолжателя великого дела Ленина, человека полного глубокого оптимизма, проникнутого чувствами уважения и любви». Весь Берлин вышел встретить советского руководителя. «Вельком они! Добро пожаловать!» Каждый визит Леонида Ильича Обрежнева в ГДР — это новая ступень в братских отношениях между нашими партиями, во всестороннем сотрудничестве наших государств, в политическом, экономическом, культурном. Дружба с Советским Союзом стала для миллионов граждан Германской демократической республики делом разума и сердца. «Вельком! Дружба! 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 Дружба!» «Она проникла в душу народа, эта дружба». «Вельком! Дружба! Дружба! Дружба!» Год 1949. Первый президент — Вильгельм Пик. Сын рабочего и сам рабочий. Такого еще не было в немецкой истории. Трудным был путь рабочего класса Германии к социалистической республике. Это был путь борьбы и жертв. Коммунисты, соратники Эрнста Тельмана, первыми приняли бой против фашизма на немецкой земле. Сжатый кулак, поднятый в приветствие Ротфронт, стал символом международного пролетарского единства. Сквозь десятилетия пронес Берлин боевую песню о ноябрьской революции 1918 года. Мы готовы к борьбе. В этом мы поклялись Карлу Бикнахту. Мы протягиваем руку Розе Люксембург. Алые и белые гвоздики, революционерам, борцам-антифашистам, чья жизнь была подвигом во имя счастья народа. Пепел двух мировых войн стучит в сердце каждого, кто приходит сюда, на Унтерден-Линден, к памятнику жертвам фашизма и милитаризма. Под Москвой и на Волге, под Курском и на Малой Земле солдат России сражался за жизнь и будущее своих детей и детей Германии. Долгой, мучительно долгой дорогой войны шел солдат. Но все ближе и ближе был тот день, день, который назовут Днем Победы. Нет, не завоевателем пришел в Берлин советский солдат. Субтитры создавал DimaTorzok Они стали взрослыми, дети военных лет. Они построили государство, которое честно и верно служит миру в Европе. Спасибо тебе, советский солдат. Дорогой товарищ Леонид Ильич, дорогие товарищи члены партийно-правительственной делегации СССР, Центральный комитет социалистической единой партии Германии, Государственный совет и Совет министров Германской демократической республики приняли решение по случаю 30-летия ГДР второй раз присвоить вам, Леонид Ильич, почетное звание Героя Германской демократической республики и наградить вас орденом Карла Маркса. И было глубоко символично, что высшую награду ГДР руководителю КПСС, солдату Великой Отечественной, вручил немецкий коммунист, которого весной 45-го освободили из нацистской тюрьмы советские солдаты. В ответном слове Леонид Ильич Брежнев сказал В этом награде я вижу, прежде всего, символ дружбы народов Советского Союза и Германской демократической республики. Символ братского союза, соединяющего наши страны. Принимая ее, я думаю о том, каким великим завоеванием является эта дружба, этот союз. В дни юбилея в Берлине, на переговорах и встречах советской делегации с партийным и государственным руководством Германской демократической республики, состоялся обмен мнениями по всем важнейшим аспектам отношений между нашими странами. Были определены новые шаги в развитии и углублении дальнейшего сотрудничества. Подписывается совместный документ. Программа специализации и кооперирования производства между Советским Союзом и ГТР до 1990 года. Суть этой программы, сказал Леонид Ильич Брежнев, всюду, где это возможно и полезно, мы складываем ресурсы и производственные возможности друг друга, чтобы успешнее решать самые сложные проблемы экономического развития. Седьмое октября, день рождения Германской демократической республики. Солдаты ГДР плечом к плечу с армиями братских стран Варшавского договора стоят на страже мира, труда, социализма здесь, в центре Европы, нашего общего большого дома. Не для того, чтобы угрожать соседям, создана эта армия. Ее воспитали немцы, которые, не щадя жизни, сражались против нацизма. Антифашисты Германии свято помнят клятву, которую дали в 45-м. Никогда больше с немецкой земли не начнется война. Мир нужен народам всего земного шара. Именно с этих позиций Германская демократическая республика, говорил товарищ Хонекер, всегда рассматривала и выполняла свою особую ответственную миссию на границе двух общественных систем, социализма и империализма, на границе двух союзов, Варшавского договора и НАТО. Национальная народная армия ГДР, армия, которая готова в защите социалистических завоеваний. Дворец республики. 30-летие ГДР – это праздник народов всех социалистических стран, праздник всех людей доброй воли. С большой речью на торжественном заседании выступил генеральный секретарь ЦК Социалистической Единой Партии в Германии, председатель Государственного Совета ГДР Эрик Хонекер. Обращаясь со словами приветствия ко всем присутствующим, товарищ Хонекер сказал, мы собрались, чтобы вместе с нашими зарубежными друзьями отметить 30-ю годовщину Германской Демократической Республики. 30 лет прошло с того дня, когда во времена больших перемен в мире была образована Германская Демократическая Республика. Создание первого социалистического государства рабочих и крестьян на немецкой земле принадлежит к числу огромных революционных преобразований, которые свершились в период послевоенного развития, и среди которых образование ГДР явилось одним из важных событий. 30 лет Германской Демократической Республики – это 30 лет борьбы за мир и социализм. Это убедительное доказательство победного шествия идей марксизма-ленинизма. Сам факт существования нашей республики на родине Карла Маркса и Фридриха Энгельса, ее неразрывной связи с великим содружеством социалистических государств ясно демонстрирует, что мы живем в такую эпоху, когда все большее число народов избирает социалистический путь развития. Отметив решающее значение неустанных и конструктивных усилий коммунистической партии Советского Союза и Советского государства для оздоровления международной обстановки в Европе и во всем мире, товарищ Хонекер подчеркнул, превыше всего наш народ ценит выдающийся личный вклад нашего друга и товарища Леонида Ильича Брежнева, которую он вносит в решающее для всего человечества дело мира. Слово предоставляется генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, председателю Президиума Верховного Совета СССР Леониду Ильичу Брежневу. Обращаясь к товарищу Хонекеру, ко всем присутствующим, Леонид Ильич Брежнев передал братские поздравления с 30-летием Германской Демократической Республики и самые добрые пожелания от 17 миллионов советских коммунистов, членов партии Ленина, от всего советского народа. Высоко оценив исторические завоевания трудящихся ГДР за три десятилетия, Леонид Ильич Брежнев сказал. Все дальше уходит в прошлое 1945 год, когда здесь, в Берлине, завершился последний акт самой кровопролитной войны в истории человечества. Теперь у Берлина, столицы Нерманской Демократической Республики, добрая слава. Народы не могут не быть благодарны Социалистической Единой партии Германии, правительству и трудящимся ГДР за то, что они сказали категорическое «нет» Отметив, что в Европе, как и во всех других районах нашей планеты, советские люди хотят прочного мира, что является фундаментальной основой советской внешней политики, которую наша страна проводит последовательно и неуклонно, Леонид Ильич Брежнев далее сказал. «Движимые искренним желанием вывести из тупика многолетние усилия по достижению военной развязки в Европе, показать пример перехода от слов к реальным делам. Мы по согласованию с руководством Германской Демократической Республики, после консультации с другими государствами, участниками Варшавского договора, приняли решение сократить в одностороннем порядке численность советских войск в Центральной Европе в течение следующих 12 месяцев с территории Германской Демократической Республики будет выведено до 20 тысяч советских военнослужащих, тысяча танков, а также определенное количество другой военной техники. Мы уверены, что это новое конкретное проявление современного любого и доброй воли Советского Союза и его союзников будет одобрено народами Европы и всего мира. Социалистический интернационализм, подчеркнул Леонид Ильич Брежнев, вот та политическая и нравственная сила, которая дала нам возможность добиться многих побед в борьбе за мир и социальный прогресс. Да здравствует Германская Демократическая Республика, надежный бастион мира и социализма в Европе. Пусть постоянно крепнет нерушимая дружба между Советским Союзом и Германской Демократической Республикой, между нашими марксистско-ленинскими партиями. Да здравствует главное содружество социалистических государств. Да здравствует мир и коммунизм. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Германская демократическая республика может гордиться своей молодежью, которая жизнью и трудом утверждает верность великими джеками, верность социалистическому отечеству. Эти юноши и девушки знают, кому они обязаны своим правом на счастье, на человеческое достоинство, на книги и раздумья, на сегодняшний и завтрашний день, не перечеркнутые войной. КОНЕЦ Есть в гимне Германской демократической республики такие строки. Восставшая из руин и обращенная в будущее будет служить добру нашим Родинам. Я хотел бы от имени трудящихся Германской демократической республики передать сердечный привет моим друзьям и товарищам в Советском Союзе. Я живу в Берлине, в столице ГДР, в государстве, в котором не было войны. Я хочу, чтобы мои дети не знали этого слова «война». Государство, в котором не было войны, оно протягивает руку дружбы и мира всем народам Европы, народам всей планеты. Больших успехов тебе, республика! Субтитры создавал DimaTorzok